Привет, друзья! Вы на канале Анна Галич, и сегодня будет очень важное видео. Мы с вами посчитаем, сколько же по себестоимости выходит вот такая одна замечательная, очень вкусная эскимошка. Причем продавать пирожные эскимо можно как по отдельности, так и вот таких замечательных наборах, которые я собираю для своих заказчиков. Обязательно досмотрите это видео до конца, я раскрою в нем все секреты. Кстати, это видео появилось благодаря вопросу в комментариях о себестоимости эскимо. Спасибо вам огромное за такие интересные вопросы. Благодаря им я понимаю, что же интересно моим зрителям. Посмотрите, какие вдохновляющие отзывы я получаю благодаря этим замечательным десертам. Если вы еще почему-то не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас и жмите на колокольчик, потому что на моем канале каждый день выходят интересные мастер-классы и рецепты. Себестоимость важно знать не только, если вы готовите на заказ, но и для себя. Потому что всегда мысль есть, да, купить или сделать самой. Так вот, купить иногда выгоднее, но не всегда. Будем разбираться. Сегодня я использую остатки от кейк-опсов и шарлотки. Но когда делаю на заказ, естественно, пеку бисквиты специально. Самый выгодный и самый вкусный рецепт, который приносил мне больше денег в кофейне, это рецепт из шоколадного бисквита, шоколад на кипятке. Его любили даже дети, несмотря на то, что у таких эскимошек насыщенный шоколадный вкус. Также они довольно недорогие по себестоимости. Ваша задача брать недорогой бисквит, то есть не пеките его на сливочном масле, на шоколаде. Используйте какао и растительное масло, имею в виду подсолнечное, либо кукурузное, рафинированное. Именно такие рецепты я использую в своей практике. Итак, я размаловываю бисквит. Если делаете это профессионально, то, естественно, это все происходит в миксере. То есть включаем на максимальную мощность и пробиваем. Насадка и венчик. Как считать себестоимость для эскимошки? Конкретно этот рецепт и выход теста у него 880 грамм с порцией. После выпечки они превращаются в 700 грамм. Да, после усушки. На килограмм массы для кейкпопсов или эскимошек мне нужно использовать 70% бисквит. Чем его больше, тем себестоимость ниже. Соответственно, если бисквит у вас влажный, вот тот шоколадный бисквит позволяет, в принципе, 90% его использовать и только 10% крема. Здесь же нужно побольше крема, потому что бисквит довольно сухой. И чтобы эскимошки хорошо держались на палочке, нужно добавить побольше крема. Крем здесь я использую дорогой. Я не работаю на глазури кондитерской, который на пальмовом масле. Считаю для себя это неприемлемым, потому что мои десерты недешево стоят. И я могу себе позволить использовать шоколад. На крем уйдет у меня 15% шоколада и 15% сливочного масла. Соответственно, на 700 грамм шоколада я должна использовать 300 грамм крема, из которых 150 будет шоколад, 150 – сливочное масло. Здесь у меня сегодня 200 грамм бисквита, соответственно, я должна взять 60 грамм крема. Тут у меня 30 грамм шоколада, отправляю его в микроволновку и распускаю до температуры 35-40 градусов. Растопила шоколад и добавляю туда сливочное масло комнатной температуры. Хорошенько перемешиваю, чтобы получился шоколадный крем-ганаш. Почему для заказных эскимошек, которые будут стоять на кандибаре или в витрину, я предпочитаю делать именно такой крем, несмотря на его высокую себестоимость. Да потому что он очень хорошо схватывает массу на палочки, и такие эскимошки не падают у ваших заказчиков и покупателей, что, конечно же, очень важно. Если я делаю эскимошки и знаю, что они будут подаваться непосредственно из холодильника, то готовлю даже муссовые. Ну или если вы дома делаете и знаете, что у вас сразу из холодильника пойдут эскимошки в дело, то, соответственно, можете делать очень нежные начинки. Рецепты уже есть на моем канале, их очень много, заходите, смотрите. А также там есть идеи для украшений эскимошек различными декорами и мастикой, и безешками, и посыпками. Много-много чем. И даже королевской глазурью. Итак, ганаш приготовила. И отправляю его в бисквит. Перемешиваю тоже, если объем большой, то миксером, если нет, руками перетираю. Естественно, в перчатках, да, то есть эскимошки даже для своих домашних готовьте исключительно в перчатках. Потому что уйдет очень плотный контакт с руками, и нельзя голыми руками трогать готовые продукты. Вот такая однородная масса должна получиться. У меня там крапление яблок, я использовала остатки шарлотки, но вы можете добавить орехи, все что угодно. Орехи очень сильно увеличивают себестоимость, поэтому не надо, если делаете на заказ. Итак, масса при сдавливании должна образовывать комочек, который не рассыпается. Довольно липкий, прочный. Если вы видите, что он слишком жидкий и от этого разваливается, то добавьте бисквит, что, естественно, понизит вашу себестоимость, и это плюс для себестоимости. Если вы видите, что масса сухая, то добавьте еще крема. Можно, в принципе, добавлять чуть-чуть воды, но тогда надежность ваших эскимошек будет ниже. А при добавлении крема себестоимость выше. Поэтому вам решать, чего добавлять, я вам подсказала два способа. Теперь я должна взять форму для эскимо. При этом учитывайте, вот это силикомартовские оригинальные формы, и в них вмещается довольно мало массы, потому что каркас жесткий. То есть измеряйте по факту вес. Конечно, вот эта штука не очень дорогая, поэтому плюс-минус 2 грамма не критично. Но, допустим, в китайские очень мягкие формы. Бывают китайские жесткие, бывают мягкие. Те мягкие, когда заправляешь массу, их так распирают, что, я думаю, там вес процентов на 30 больше, чем у силикомартов. Поэтому взвешиваем по факту. Я ставлю форму на весы. У меня сегодня весы такие маленькие. На ноль. Добавляю массу. И хорошенько ее утрамбовываю. Чтобы поверхность у меня была красивая, гладкая. И потребовалось мало глазури сверху. Чем красивее у вас поверхность. Вот та эскимошки внизу, да, она сейчас у нас. Тем меньше нужно будет шоколада использовать. А все-таки себестоимость эскимошек очень на себя тянет именно декор. Все, утрамбовала. Тут явно уже больше запихивать некуда, нечего. И взвешиваю, что у меня получилось. 41-42 грамма ушло. Вес зависит от начинки. Шоколадные эскимошки, которые я сюда заправляю, они, видимо, больше по объему. И у меня обычно выходит 40 грамм, то есть не 42. Но такая погрешность для достаточно недорогого продукта, она не критична. Теперь мы знаем, что на одну штуку уходит, ну, давайте для простоты расчета возьмем 40 грамм. И сейчас мы выясним себестоимость одного грамма вот этой массы. Потом умножим на 40 и поймем, сколько же стоит одна эскимошка. Рецепт этого теста и бисквита будет по ссылке в закрепленном комментарии. У меня вышло на него, на вот эту порцию, тесто 880 грамм, бисквита выход 700 грамм. Ушло 1,1 евро. Это 95 рублей. По шоколаду и маслу сливочному написала ценами, по которым я покупала в России. Масло сливочное у меня выходило 550 рублей. Шоколад каргил хороший, качественный, без пальмового масла 550 рублей. На рынке, естественно, на Мытищинской ярмарке, либо другие закупочные базы. Также неплохой, в принципе, в России шоколад Победа. Он в коробках продается и стоит недорого. Здесь сейчас, в Братиславе, я нашла хороший классный шоколад. Вообще по 475 рублей за килограмм. То есть чуть дешевле. Поэтому считаю российские цены, российские реалии, по которым можно закупаться. Итак, 150 грамм шоколада у нас уходит на порцию и 150 сливочного масла. Цена у них одинаковая. Мы берем 550 рублей, делим на 1000 грамм, получаем, что 0,55 у нас выходит стоимость одного грамма. Умножаем на 150, получаем 82 рубля и 82 рубля на сливочное масло. Теперь мы можем это сложить. 95 рублей это бисквит, уже готовый полуфабрикат. 82 это у нас сливочное масло, 82 шоколад. Так как у нас здесь было 700 грамм, тут 150 грамм, тут 150 грамм. Все вместе это 1000 грамм. То есть себестоимость одного килограмма готовой массы для киклопсов или скимошек. По этому рецепту, повторяюсь, это все надо пересчитывать на свои рецепты. И, естественно, свои цены. А то под видео о расчете веса торта был очень смешной комментарий, который меня сильно позабавил. Одна из моих зрительниц хотела, чтобы прилетела какая-то волшебная фея и за нее все посчитал. Вот чудес не бывает, все нужно считать, все нужно подбирать под свои закупочные базы, под свои рецепты. Сколько у вас по факту, что весит, а не гипотетически. Но не стоит надеяться на волшебную фею. Все нужно делать самой. Я лишь подсказываю ключ, как это правильно делать и считать. Было много вопросов, куда же делось видео по себестоимости, кто успел скачать табличку и посмотреть его. Тому, конечно же, очень повезло, потому что и видео, и табличка были чрезвычайно полезными. Кто не успел, сожалею, но видео больше не появится. Объясню почему. К слову, на его подготовку, съемки, монтаж, озвучивание я потратила более 8 часов, а также вложила туда свой опыт по изготовлению заказных тортов. У многих зрителей возникли сложности со скачиванием таблицы. Либо программы Excel старые, либо еще какие-то сложности, либо некоторых даже пробовали прямо в Google таблицах. У меня куча было уведомлений, что там какие-то запросы, хотя ее просто нужно было скачать. Ну да ладно, были корректные вопросы, но были вопросы в духе, очень надеюсь, что это случайные были зрители, и они не подписаны на мой канал, и никогда больше сюда не буду заходить. Но эти вопросы были не в форме вопроса, а в форме претензии, что опять обман, вы потратили зря мое время. Так вот, я удалила, потому что не хочу за свой труд получать кучки испражнений в комментариях. Я ценю свой труд, и хочу, чтобы он приносил не только пользу людям, но и радость мне от того, что я этим делюсь, а не вот это вот все, что было в комментариях. Причем абсолютно напрасно, потому что таблица работала, видео было офигенное. В общем, ладно. Надеюсь, что эти люди найдут свою волшебную фею, которая им и Excel установит, и за них все посчитает. В общем, туда им и дорога. От всего сердца хочу поблагодарить зрителей, которые поддерживают, говорят о том, что видео им понравилось или не понравилось, но в корректной форме, потому что первые комментарии очень вдохновляют, а вторые помогают развиваться. Благодарю вас, мои дорогие и уважаемые зрители. Поэтому серьезных видео будет меньше. Такую информацию никак нельзя ускорить, подать легко. Здесь надо думать, считать и немножко напрягать мыслительные способности. Итак, продолжим напрягать их. Себестоимость вышла 259 рублей за килограмм. Итак, мы можем посчитать стоимость одного грамма вот этой массы для эскимошек. 259 делим на тысячу грамм, получаем 0,26 рублей за 1 грамм массы для кикпопсов или эскимо. Теперь мы берем вес одной эскимошки, 40 грамм, умножаем на 0,26, получаем 10,5 рублей за одну эскимошку, за начинку только. Туда же мы должны добавить глазурь. А теперь давайте посчитаем себестоимость самого дорогого в эскимошках процесса это глазировка. Потому что я всегда использую только настоящий шоколад. То есть шоколад, который сделан на какао-масле. Были в комментариях вопросы по поводу работы с глазурью. Скажу сразу, я с ней не работаю, потому что я считаю, что это не очень съедобно. Единственные моменты, когда я использую глазурь для покрытия кикпопсов, имею в виду кондитерскую глазурь на пальмовом масле, это только когда меня просят супер белые эскимошки по дизайну какому-нибудь свадебному. Я предупреждаю, что они будут на глазури. Во всех других случаях использую исключительно шоколад. Очень люблю смесь темного шоколада и молочного, а также обязательно добавляю туда растительное масло. Рецепты глазури для эскимошек и кикпопсов будут в описании под этим видео. Что здесь надо сказать о себестоимости? Чтобы глазурь лежала тонко, вам нужно добавить туда растительного масла. Достаточно много. Пропорции будут в описании. Если используете темный шоколад, то растительное масло нужно увеличить. То есть подбирайте потекучи из конкретного вашего шоколада. Сильно много растительного масла нельзя, иначе глазурь будет липкая и не будет схватываться. То есть растительное масло дает большую текучесть и соответственно меньшую себестоимость изделия. О, бисквит. Также для увеличения текучести и соответственно снижения себестоимости вы можете использовать какао-масло. Но это, пожалуй, только для тех, кто делает эскимошки профессионально на заказ. Потому что какао-масло довольно дорогой продукт и покупать большое количество какао-масла ради того, чтобы уменьшить себестоимость 10 эскимошек невыгодно. Но я всегда добавляю также какао-масло. Если вы хотите снизить себестоимость и хотите, чтобы слой глазури на эскимошках был очень тонким, то вам обязательно нужно позаботиться о том, чтобы их поверхность была идеально ровной. Бугристые эскимошки с неровной поверхностью нужно покрывать толстым слоем глазури для того, чтобы они были красивы. Поэтому хорошо вытрамбовывайте массу в формах и тогда можно будет использовать жидкую глазурь. Теперь смотрите, чем теплее вот эта глазурь, тем тоньше слой. То есть это тоже важно. Примерно после 5 эскимошек я всегда прогреваю глазурь, потому что она охлаждается и слой становится тоже толще. Через примерно каждые 10 эскимошек я провожу тест на весах для того, чтобы проверить, нет ли у меня перерасхода глазури. Повторюсь, это самая дорогая часть эскимошек и за ней надо следить, особенно тем, кто работает на заказ. Итак, я ставлю эскимошки на весы, нажимаю. У меня точные весы, не путайтесь, тут будет вес, а здесь будут миллиграммы. Достаю эскимошки и быстро окунаю в глазурь. Напоминаю, весы я поставила на ноль. Хорошенько ее стряхиваю, очень хорошо стряхиваю, трясу, 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 трясу. Затем, кстати, многие вот так вот снимают излишки, а надо под прямым углом, чтобы снизу была ровная поверхность. Снимаю ее, чуть-чуть подожду, чтобы подсхватилась и укладываю. И что я вижу? У меня ушло на одну эскимошку 14 грамм. Для меня это много, я предпочитаю, чтобы было 10 грамм. Что в таком случае я делаю? Во-первых, я проверю температуру глазури. Не слишком ли она низкая? Из-за этого она густая. Соответственно, прогреваю до 40 градусов. Провожу опять тест. Если у меня опять на эскимошке получилось 14 грамм, значит дело не в температуре, а в текучесть и шоколады. В таком случае я добавляю либо растительного масла, если глазурь позволяет. Если растительного масла лить уже некуда, то есть глазурь у нас уже достаточно нежная, соответственно, я добавляю какао-масло. Пропорция примерно на 200 грамм шоколада 10 грамм какао-масла, но это надо смотреть по факту, по ситуации, потому что очень большое значение имеет изначальная текучесть шоколада. Она разная. В профессиональных упаковках обычно пишут три капли или две, или четыре. Четыре это очень текучий шоколад, две это мало текучий шоколад. Три капли это оптимально. Ну и очень легко здесь будет прочитать себестоимость покрытия. Например, если у вас уходит 10 грамм, я в России покупала шоколад каргил, это хороший шоколад, и он самый недорогой был, 550 рублей за килограмм. Соответственно, 5 рублей 50 копеек у вас уходит на одну эскимошку. Все остальное это начинка. Начинку мы с вами уже считали. И довольно много тянет на себя упаковка. То есть, 5,5 рублей у нас покрытие шоколадом, полтора рубля это пакетик, ленточки я не закладываю, потому что там совсем маленький кусочек, все это завязываем. И еще капсула, она тоже где-то я оптом беру, мне выходило копеек по 30. Сейчас фото покажу вам, как это выглядит. Теперь эскимошке нужно положить в герметичный контейнер и убрать для разморозки в холодильник. Если вы посыпаете посыпками, то естественно их надо сразу наносить. Смотрите в мастер-классах по ссылкам в закрепленном комментарии разные вкусные рецепты эскимошек. То есть, получается 10,5 рублей начинка, 5,5 глазурь, плюс туда же добавляем капсулу. Капсулы, если оптом берете совсем, там от 30 до 70 рублей за штучку. Давайте по максимуму посчитаем 0,7. Плюс палочка. Очень люблю палочки Телевинда. Выходит копеек по 40 примерно за штуку. Очень классные. На Вайлбери сбываются скидка. Иногда вот я хапнула по 4 тысячи штук. Продаются в упаковке. Очень крутые. Ну, давайте посчитаем их по от 30 до 50 копеек за штуку. Ну, давайте, допустим, посчитаем по 40 копеек. Так, 0,4. Плюс добавляем пакетик. Выяснили, что это примерно полтора рубля. Ну, это максимум, да? То есть, можно дешевле найти. И человека часы вы добавляете, если вы нанимаете рабочую силу. Естественно, если работаете сами как предприниматель, ничего здесь не надо вписывать, потому что вы, собственно, и зарабатываете эти деньги. Но если у вас наемный сотрудник, то это очень важно. И очень важно ему сделать технологические процессы таким образом, чтобы он как можно больше этих эскимошек успевал сделать, чтобы он не бегал до морозилки далеко, да? Чтобы у него стол был рядом, чтобы все было под рукой. И тогда человека часы будут довольно мало выходить. Эскимошки делаются довольно быстро, если у вас нормальное количество форм. Сами формы классные. Я почему в профессиональной деятельности стараюсь именно селькомарт использовать. Да, они дорогие, но с ними все ускоряется. То есть, они не прогибаются. Масса быстро заправляется в них. Прям рекламу селькомартру делаю. Ну, правда, хорошие формы. Еще есть китайские коричневые такие формы для эскимошек тоже крутые. Они жесткие, в них с ними удобно работать. Стоимость формы не закладываем в эскимошки. То есть, они считаются все по-другому. Это основные средства. Максимум, что вы можете заложить это амортизацию в год. Например, но эти формы вечные. То есть, допустим, за 20 лет вы берете, допустим, купили их 50 штук этих форм, посчитали, это довольно большая инвестиция и разделили на 20 лет. Что вы, допустим, 20 лет их будете делать. И вот стоимость за эти формы за год делим на какой-то процент. Тут я, конечно же, оговорилась, имела в виду на количество эскимошек. Например, в месяц вы делаете их 3000 штук, умножаем на 12 месяцев, потом вот этот год амортизации делим на эти миллион штук в месяц и считаем, сколько мили копеек у вас вышло в каждую эскимошку. Но лучше это закладывать в расходы бизнеса, в основные средства. Ни в коем случае не в себестоимость. То есть, непосредственно в себестоимость изделия мы закладываем продукты, упаковку и человека-часы, если они есть. В зависимости от региона и от скорости работы сотрудников, вот эта часть может быть, кстати, основная, даже дороже, чем шоколад. Поэтому надо все считать. Как это делать? Просто берете и засекаете время, сколько человек вам произвел вместе с упаковкой вот этих штук и делите потом его зарплату в час на количество произведенных в час эскимошек. Все. Тоже посчитали себестоимость по человеку часам. Итак, себестоимость эскимошки одной вместе с глазурью, вместе с упаковкой выходит 18,6 рублей за штуку. Стоимость декора, например, посыпок вы тоже должны включать, но я обычно использую сублимированную клубнику, и ее уходит так мало, что себестоимость там, ну, может быть, вы добавите, будет она не 18,6 рублей, а 18,7 рублей. Печи и миксеры, то есть, расходы на энергию, на амортизацию, там тоже может добавить одну десятую. Ну, получится у вас, допустим, 19 рублей себестоимость вот этой эскимошки. Теперь, почем я их продавала? В городе Матище, Московской области, где у меня была кофейня, я продавала такие эскимошки по 190 рублей за штуку. У меня были скидки соседям, поэтому иногда эскимошка выходила по 150 рублей за штуку. Но опираемся на эту цену, то есть, это та цена, по которой и заказывали у меня, и брали вот с витрины просто поесть. Причем люди сначала с недоверием относились, ну, что цена большая, но потом, например, были часто ситуации, когда ребенок подходит, клянчит, они очень манящие, вот эти вот, просто самоформа очень милая. У меня дети уже сладким объелись, но эскимошки и макаронцы, они едят с удовольствием. Так вот, ребенок клянчит, а родители не с большой охотой покупали за такую цену маленький десерт, но в итоге потом приходили мамы сами без детей и съедали прямо в кофейне, чтобы не делиться с ребенком. То есть, особенно вот эти шоколадные эскимошки, это прям очень вкусные, и эта цена, они того стоят. Уровень удовольствия, который человек получает, их съедая, стоит этих 190 рублей точно. Плюс, все-таки не забывайте, что по трудозатратам у вас достаточно большая себестоимость, ее мы сюда не включили. Я тоже ее не считала, потому что работала сама и за кассой стояла, и пекла десерты, поэтому по трудозатратам это просто была моя прибыль как предпринимателя. Так вот, 190 рублей, то есть у нас получилось 10 оборотов. Это очень высокая маржинальность продукта, например, в кондитерке считается нормальной, это 5 оборотов. То есть, x5 умножили, и это уже хорошо. Для каких-то не очень трудозатратных вещей 5 оборотов, это нормально. Но тут 10 оборотов, это прям меньше, не надо. Делайте эскимошки, делайте их выгодно, с удовольствием. И еще учитывайте, что вот эта цена, это все-таки оптовые закупки, да, и шоколад я покупаю не за 1000 рублей, за килограмм, и капсулы. Кстати, я здесь заложила довольно высокую цену, я покупаю еще дешевле, то есть, вот эта себестоимость у меня ниже. Но за счет того, что в коммерческих помещениях электроэнергия и другие расходы выше, то себестоимость примерно такая выходит. А с каким-нибудь штрафом за то, что вы пирометром не измерили температуру человеку, который купил у вас эту эскимошку и заплатили 150 тысяч, то себестоимость может быть вообще космической. Кому интересно, кикпопсы, кто делает? Я, они очень люблю их продавать, они у меня были в витрине просто для разнообразия. Продавала их я по 120 рублей за штуку. При этом себестоимость у них тоже довольно дорогая, выходит 30 грамм массы и глазури, ну, примерно 8 грамм. То есть, не намного меньше. При этом продаю я их гораздо дешевле. Но для разнообразия я делала такую штуку. А эскимошки старалась продать везде, где только можно, и в витрине, и на заказ, и в наборы. Это очень прибыльный десерт. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы по себестоимости эскимошек. Напишите, пожалуйста, в комментарии, удивлены ли вы, будете ли готовить их для себя, или все-таки предпочтете покупать вот за эту стоимость в магазине. Если после просмотра у вас остались вопросы, или вы хотите поделиться своим опытом насчет продажи или изготовления эскимошек, пишите в комментариях, очень интересно. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, впереди очень много интересных видео. А также обязательно загляните в закрепленные комментарии, там я собрала для вас самые интересные ссылки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok